Инесса Землер и политолог Глеб Павловский, который сегодня готов поделиться с нами своим особым мнением. Здравствуйте, Глеб Павлович. Здрасте. Ну, начнем мы с памятников. Сегодня аллея правителей в Москве, в Петровирикском переулке, пополнилась бюстами руководителей нашей страны 20 века. Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Антропов, Черненко, Горбачев. 1 февраля планируется открыть бюст Бориса Ельцина. Ваше отношение к этой аллее с установкой всех бюстов, всех правителей? Ну, когда в Москве можно обойти какой-нибудь памятник стороной, я стараюсь это сделать. Потому что новые, новоустановленные памятники, как правило, уродливые. Почти не бывает исключений. Большое счастье, что мне не приходится проходить по дороге в магазин через аллею правителей Российского государства. Потому что это еще, те еще уроды в основном, значит, да и у них уже выхтолицы были, прямо скажем, значит, через одного. А уже бронзовых-то вообще страшно. Представьте себе вечером, ночью, особенно эти, они там же подсветка такая, что это просто какой-то парад монстров. Вас пугает эстетическое обстоятельство? В первую очередь. Потому что Российская Федерация, это ведь эстетический объект, такого государства не существует. А есть такое эстетическое образование, к которому власть относится исключительно эстетически. От этого у нас столько разговоров обычно о памятниках. Памятники у нас живут более жаркой и активной жизнью, чем люди, заметьте. Вот, так сказать, только там поставили памятник Калашникову. Бедный Калашников, но он простит, он уже покойный. А уже надо макияж делать ему. Я думаю, что в чем достоинство аллеи правителей? Что это бюсты. Представляете, если бы они каждый был 30-метровый. Поэтому бюсты можно потом просто все снять. Они компактные, они хорошо пакуются в кубы. И потом, я думаю, все это будет где-то храниться в запасниках. Не, наверное, конечно, можно. А нужно ли снимать, если уж установили? Мы же видим, чем закончилась эпопея с памятником Дзержинского. Сейчас его вообще не знают, куда приткнуть его, и надо ли его куда-то притыкать. Ну, памятник Дзержинскому являлся так или иначе произведением искусства. Он был, как бы, эстетически интересен. А также, как памятник дедушке Калинину, который раздалбали тогда же в августе, значит, сказать, на моих глазах. А вот это все, даже не знаю, как это называть, ну, это все просто бронза-навес. Ну, смотрите, там раньше на этой аллее установили и бюсты других правителей, там 33 человека, от Рюрика до Керенского. Может быть, есть какое-то здравое зерно вот в этой идее? Вот аллея, и на ней все правители? Нет. Ну, замечательно. Я думаю, что это место вот такому, может быть, даже залу в каком-то из музеев. Это очень полезно. Туда будут ходить ученики, смотреть, им будут показывать, рассказывать и так далее. Школьники не так эстетически взыскательны, как мы, и они это все стерпят. Вот. А вот на улице это, по-моему, я видел фотографии. Это довольно ужасно. Какая судьба может быть у этих бюстов еще до того, как или если их снесут? А как же это возбуждает? Каждый памятник, установленный в Москве, немедленно возбуждает какую-то группу населения, а иногда несколько. Значит, соответственно, одни приходят с краской, начинают обливать этот бедный памятник. Не дай бог, некоторые бы во время приходили с динамитом, а другие, наоборот, с хвой всяческой. И, ну, это движуха. Нам не хватает движухи? Да, нам не хватает движухи. Ой, да ладно. Конечно, не хватает. Конечно, не хватает движухи. И мы вообще застоялись довольно. Надо больше двигаться, а то мы сидим вот в Фейсбуке. Ну, хорошо. Допустим, придут те, кто не любят Сталина, или те, кто не любят... Точнее, не или, а и те, кто не любят Хельсона. И в результате мы получим облитые разными красками бюсты правителей. Такие радужные олевые. Представляете, во-первых, сколько хорошо оплачиваемой работы сотрудникам мэрии. Постоянной причем. Вот, это важно. Постоянная работа. Во-вторых, повторяю, весело. Весело. И всегда какая-то группа населения должна чувствовать себя оскорбленной. Потому что иначе не будет конфликта. И спектакль будет скучен. Ну, один спектакль у нас разворачивается прямо на глазах. Вы же упомянули памятник Калашникова, который уже нуждается в некой ретуши, рихтовке. Вместо автомата Калашникова на плите, на постаменте этого памятника, изображен чертеж винтовки конструктора Хога Шмайсера. Скольпер Салават Щербаков, который, собственно, и создал этот памятник, уже признал свою ошибку. И российское военно-историческое общество настояло над тем, чтобы ошибка была исправлена. Как, насколько, на ваш взгляд, эта ситуация выглядит адекватно или абсурдно, напротив? Она выглядит реалистически достоверной. Это правда жанра. Мы ведь все постепенно становимся невеждами и уже смутно вспоминаем, что там было на самом деле. Ничего удивительного, если бы полотно упало и на постаменте было написано «Купцу Калашникову». Значит, это все теперь возможно. Понимаете, Шмайсер, в конце концов, это хорошо известное, в том числе и Калашникову, вооружение. И, так сказать, вооружение врага. И здесь есть какая-то даже логика. Мне жаль, что это будут стесывать. Потому что здесь есть, как бы логика, надо было изобразить, значит, можно было изобразить на этой стеле Шпейра, значит, с его, значит, чертежами и так далее. И Калашникова, который держит автомат как скрипку. Здесь все, что-то было, что-то было бы такое. И потом, что-то было бы, опять-таки, эстетически совершенное. Смотрите, в Берлине устанавливали после войны памятник солдату-победителю. Ему не дали в объятии автомат, пушку или самолет. Он там держит немецкую девочку в руках, значит, да, и большой меч, значит, такой условный чисто. А теперь вот так же, как солдат-победитель держал девочку, Калашникова держит автомат. Это говорит просто о вырождении, о нашем эмоциональном вырождении. В первую очередь эмоциональном. Мы теряем ощущение неадекватности. Неадекватности? Да. Теряем ощущение неадекватности, да, среды, в которой живем. Потому что раньше люди посмеивались. Сейчас, наверное, вот уже через несколько лет я гарантирую, что, если вы спросите у проходящих этого памятника, кто это такой, они скажут, что это памятник белорусскому партизану. Или, может быть, там, повстанцу, может быть, Чагевари, повстанцу Латинской Америки. Потому что он вообще-то по виду, значит, такой вышел из леса, с автоматом, из джунглей. Вот поэтому здесь, вы знаете, люди обживают все, любой абсурд. А мы, не забывайте, русские – это нация чемпионов выживания. Мы такое пережили за сто лет, столько всего. И это переживем, переживем и московских скульпторов. А переживем ли мы очередную инициативу Зураба Церетели? Телеканал Москва-24 сегодня сообщил, что Церетели планирует изготовить и восстановить 33-метровую статую Христу. Статую Христу, надеюсь, не с автоматом Калашникова, в руках. Подробности пока не знаю. Такого Христос, настоящий, с мечом в руке, в броне, в шлеме. Вы знаете, в Церетели есть что-то детское и наивное. Во-первых, он очень любит цифры. Он любит цифры памятники, он считает навес. Я просто знаю, как-то при этом присутствовал. В пудах бронзы и так далее. Во-вторых, ну, конечно, другие цифры он тоже любит. Сейчас мы сделаем одну паузу. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Политолог Глеб Павловский, студия Яйна Цеземьевна. Мы продолжаем разговор о пристрастии Зурава Церетели к цифрам. Да, ну, вообще мы вступаем в эпоху цифровой экономики. Так что пристрастие к цифрам хорошо характеризует Церетели. Единственное, что хорошо бы он и свои памятники строил в цифровой реальности. Как-нибудь в виртуальной реальности. Мы могли на них смотреть и через них проходить. А она можно было на ночь отключать, чтобы они не пугали редких туристов. Это вопрос к Сергею Семеновичу Собянину. У него остались еще деньги от плитковой укладки на Церетели. Я заметил, что вот Ушков был тверд. У него была твердая политическая позиция. Во всех сложных случаях он выбирал Церетели. А Сергей Семенович колеблется. У него более широкие взгляды на вещи, поэтому... На городское пространство. Может быть, да. Может, Церетели не хватит на бронзу. То есть, посмотрим, чем закончится этот тест для мэра Сергея Собянина. И, к сожалению, памятники – это самая безобидная тема из всех, которые у нас сегодня есть. Нападение на одного из активных сторонников Алексея Навального – Николая Ляскина. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Сам он заявил, что нападение – это была инсценировка нападения. И совершено оно по заказу самого Ляскина. Как вам вот эта конструкция видится? Ну, это такая прогрессивная, вообще-то говоря, полицейская конструкция новая. Мы не сталкивались до сих пор с этим. Теперь каждый очередной конфликт может быть повернут против жертвы. И даже, так сказать, нападения довольно частые, все еще, к сожалению, на задержанных в отделениях милиции теперь можно поворачивать. Так ты же нам заплатил за то, что мы тебя пытали. Это богатая идея. Я надеюсь, что она не будет принята за, так сказать, новые, за приметы модернизации. Но здесь обратите внимание этого Щербакова, ударившего Ляскина трубой по голове, якобы за деньги. Трудно представить, правда, чтобы кто-то из нас заплатил человеку деньги за то, чтобы его другой ударил трубой по голове. Он ведь не знает, с какой силой тот ударит. А вдруг тот не рассчитает и по какой части головы. Но тут есть момент, один важный, подпись. Отпустили под подписку, да, о невыезде. И также отпустили, по-моему, сегодня или вчера вот только что этого Калинина из христианского государства. Там, о нем тоже еще поговорим. Да. Вообще вот это, понимаете, мы же ведь идем на встречу подписной кампании. Предстоит собрать полмиллиона подписей за кандидатов в президенты. И выдвижение Владимира Владимировича Путина. И каждая подпись просто на вес золота. Поэтому можно считать, вот, Щербаков, вот уже у нас одна подпись есть. Значит, он человек не исчезнет. Он Калинин, вот этот самый христианское государство, еще одна подпись есть. И так полмиллиона постепенно набирается. Мы жалуемся на то, что система костенеет, а она наоборот, она становится динамичной, она становится цифровой. Да, во всех отношениях, что вы... Я слышу сарказм в ваших словах. Труньте, ну да. Вы не верите, что нормальные люди могут поставить подпись за кандидатов в президенты Путина? Почему? Я бы сам поставил лет 15 назад. Ну, ведь когда это много раз повторяется, то исчезает свежесть переживаний. Она очень важна. Вот только что Путин встречался с губернаторами, и губернатор Савченко начал свою речь с того, что он поблагодарил Путина за свое избрание. Это вообще довольно двусмысленно. А он, видимо, догадался и стал объяснять, что ведь нас избрали, вот эти самые цифры голосования, это не наши цифры, а это цифры вашего доверия к нам. Особенно если учесть политический стаж губернатора Савченко. Да, да, в оценке. Ну, политический и придворный, да, стаж губернатора Савченко основательный. Ну, вот этот такой замечательный пример тоже цифровой экономики, цифровой политики. Куда ни ткни, всюду у нас что-то цифровое. Я уже не говорю про Путина, который ездит в Яндекс. А, так на ваш взгляд, чем, какой наиболее вероятный исход вот этой ситуации, вот этого конфликта между Ляскиным и того человека, который обвиняет его в том, что он якобы заказал вкушение? Нет, а нет конфликта между Ляскиным и этим наемным бандюком. Чего снова будет более веским с точки зрения правоохранительного органа? Здесь не будет. Вы знаете, вы используете очень много понятий, не имеющих отношения к данным правоохранительным органам. Есть организованная провокация против Ляскина, причем с угрозой его жизни и здоровью. Чертова знает, куда бы Щербаков мог попасть трубой. Вы знаете, и отягощение отягощает эту провокацию вот этот ход, который мы видим. Попытка навязать Ляскину вину за это. То есть, это просто организованная кем-то, конкретными лицами, видимо, в силовых структурах, поскольку они поддерживают эту версию, провокация, за которую кому-то придется отвечать. Вот это интересный вопрос. Зачем? Вас интересует зачем, а меня интересует кто? Меня не интересует зачем. Зачем какая-то сволочь заказывает такие вещи? Меня интересует, кто эта сволочь? И она должна, конечно, ответить перед судом. Поэтому, на самом деле, все сотрудники данного отделения полиции, которые участвовали в этом деле и показали, что они склонны играть в эту игру, они сразу становятся заподозренными в преступлении. Вот в чем вопрос. А не вопрос в отношениях Ляскина с каким-то наемным погромщиком. Хорошо. Тогда, опять же, к уже упомянутому. Вами, господину товарищу, не знаю, как его назвать, Калинину, лидеру так называемого христианского государства, который тоже, ну, по последним новостям, правда, не очень понятно, уже отпущен под подписку о невыезде или еще находится на допросе. Но вот сам факт появления сообщения о том, что его, скорее всего, отпустят под подписку о невыезде после всей катавасии, которая была устроена, в том числе и с поджогом автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина. О чем это может говорить? Эти события, вот как избиение Ляскина, в общем, покушение на самом деле на Ляскина, и уже не только поджоги автомобилей, атака на кинотеатр и угрозы чего-то большего. Эти угрозы в публичном пространстве были фактически призывом действовать таким образом. А в стране ведь могут найтись умалишенные, которые примут эти призывы за руководство к действию. Это все говорит о том, что в составе государственной власти Российской Федерации формируется фракция погрома. Она еще не очень понимает, как действовать. Она не очень понимает, как действовать так, чтобы всех не пересажали достаточно быстро. Но они собираются действовать этими инструментами. Обрезок трубы, нож, поджог, бензин и тому подобные вещи. Пока телевидение учит нас, что ничего страшнее либералов с Фейсбуком не существует. В связи с этим преднамерено ли уголовное дело расследуется по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Не экстремизм, не терроризм, не там еще какие-то тяжкие статьи, а «Умышленное повреждение чужого имущества». Опять-таки здесь тоже я бы предложил применить тот же ход мысли. Тот, кто таким образом, тот конкретный человек, не знаю кто он, не смотрел, но у него есть фамилия, у него есть должность, который таким образом квалифицирует данное преступление, совершает сознательное присоединение к этой, так сказать, погромно-террористической фракции во власти. Просто это должно быть понятно. И, знаете, таких людей не очень много. Надо понимать, что людей, готовых идти далеко, настолько далеко, чтобы, так сказать, окунуть пальчики в кровь, не так много во власти тоже. А такие люди, как Калинин, кричат нас большинство. Ну, какое там большинство? Какое там большинство? Это просто палата определенная. Палата Буйных. Вот эту палату Буйных надо знать поименно, потому что ей придется отвечать. Отвечать перед законом, отвечать перед судом, сидеть. Почему для власти лайк в сети ВКонтакте, или в Фейсбуке, или перепост, или журналист Николай Семина, который сегодня осужден на 3,5 года, правда, условно, страшнее, чем вот эти группы, извините, отморозков? Понимаете, в нашей власти сформировался такой вот, я бы сказал, средний типаж, который представляет собой мешочек, набитый страхом, подлостью и деньгами. Поэтому у него нет единой мотивации. Мотивация у него стоит в том, что он, а, боится потерять то, что у него есть, б, значит, готов идти, подлость толкает его на любые действия в защиту, причем, как правило, иррациональные. Конечно, преследование за лайки – это иррациональное, чисто иррациональное поведение, невротическое. Эти люди ведь невротики, как правило, невротики, психотики. И, конечно, стимулируют ускоренное воровство, толкают его к мотиву, как можно быстрее набить свой мешочек в оставшееся ему время. Вот эти люди не являются политическими субъектами, надо понимать. С ними нельзя обращаться, как с политическими субъектами. В них нет субъектности вообще, как таковой. Это политолог Глеб Павловский. Мы вернемся в эту студию через несколько минут. Оставайтесь с нами. Я, Инесса Землер, продолжаю разговор с нашим гостем, политологом Глебом Павловским. Глеб Олегович, сегодня в Новосибирске Алексей Навальный в рамках своего турнар большого собрал на митинг, согласованный митинг. Три с половиной тысячи человек – это официальные данные. Ну, плюс-минус, там понятно, да? В это же время в том же Новосибирске был организован предпремьерный показ фильма «Матильда». Навальный очень веселился, что это сделано для того, чтобы не пустить народ к нему на митинг. Нет ли у вас такого ощущения, что вот эту вот движуху предвыборную, у нас до назначения выборов осталось два с половиной месяца. Движуху обеспечивает один Навальный. Ему больше всех надо? Ну, посмотрим на это. Серьезная речь, в конце концов, идет о выборах главы государства. И это будут, я думаю, самые кризисные выборы после 2000 года. Навального, кстати, попытались лишить митинга более простым способом. Они просто залили площадь горячей водой. Это, в общем, не сработало. Там голь на выдумке хитра. Навальный – это один из людей, который начал предвыборную кампанию. Чуть ли не первый, я думаю. Может быть, Кириенко может с ним потягаться, потому что первые утечки от Кириенко о подготовке администрации к выборам тоже пошли в конце еще прошлого года. И тогда же Навальный выдвинул свою кандидатуру. И в значительной степени, благодаря ему, сформировалась предвыборная сцена. Это большая заслуга, скажу я вам. Это мог бы сделать, наверное, кто-то другой из оппозиции, но ведь никто не сделал. А эта сцена уже сформировалась? Она сформировалась не в том смысле, что мы видим всех главных героев финальной схватки. Конечно же, нет. Даже Путин еще в задумчивости бродит вокруг сцены и так посматривает из коса. Я уже говорил не раз о том, что он настороженно несколько относится к готовности его администрации его избрать. Потому что те, кто тебя избирают, те потом тебя и танцуют. Вот именно так сегодня и выглядит ситуация. Вот эти парни в Кремле. Там любая группа из тех, там не одна группа, но любая группа готова немедленно организовать блестящие выборы Владимира Дмитриевича Путина. Но потом понятно, что она придет за расчетом. А вы представляете в такой ситуации реплику Путина? Ребята, отбой. Я никуда не иду. Да, я думаю, что это было бы самое правильное политическое решение. Даже как ход, даже как тактический ход, это было бы правильно. Потому что Путин вернул бы себе просто свободу рук. А потом бы мог еще подумать, между прочим. Потому что в политике политик может передумать. Но если бы он это сейчас сделал, он бы, конечно, создал ситуацию финальной сцены ревизора. А чем же тогда будет заниматься администрацией? Немая сцена. Представляете, Сергей Владимирович Кириенко, который искренне, на самом деле, искренне, там все искренние люди. Сергей Владимирович Кириенко, заместитель руководителя администрации, искренне хочет стать руководителем администрации. Единственный способ это сделать, это избрать Владимировича президентом. И если этой работы нет, то, собственно говоря, эту работу может выполнить оставшуюся работу просто его секретарша. Да, если этой работы нет, то тогда зачем нужен Сергей Владимирович Кириенко? Ну да, вот в этом-то и проблема. Тварь я дрожащей или право имею. Или право имею на Путина. В этом построении все это выглядит какой-то ненужной. Историей самому Путина. Об этом почему многие писали и хорошо писал и Людей Винокурова. И о том, что, простите, а кто-то может объяснить, зачем Путину идти на четвертый срок? Не что он идет, не будет ли он избранный. А зачем ему это делать? Оставить Россию ему же... Нет, оставить Россию, простите. Зачем оставлять Россию? Оставили Россию те, кто ушел в эмиграцию. А ему не надо оставлять Россию. Ему надо остаться в России. Но ему совершенно не нужно мучить себя еще одним президентством. Потому что это уже не будет его президентство. Это достаточно ясно, что это будет президентство его друзей. Которые, собственно говоря, в этом случае и выступают. Как-то, ну, сказать, политической похоронной комиссией это будет жестко. А, скажем, мягко, как бы, комиссией по подбору преемника. Хорошо. Один раз у нас была история с выдвижением Дмитрия Анатольевича Медведева. На этот раз... Это был личный, совершенно личный акт доверия. Со стороны одного человека другому. Сейчас кому такое доверие может быть оказано? Если не Путин, то кто? Нет. Не может быть преемник Путина в его нынешнем наборе ненужных, на самом деле, для президента полномочий. Раздутых преемник человека, который, в общем, поглотил все возможные прерогативы. И не может теперь их использовать. Выглядит все более слабым. Поэтому нужен просто кандидат, идущий на выборы и выигрывающий их. Может, еще и поэтому Путин не может сказать, ребята, отбой? Не надо говорить про живого человека в здравом разуме, что он не может. Он может? Он не решителен? Он не хочет, может быть? Или не решил, что ему делать? Вообще, иногда Путин выглядит, что как ребенок, которого ведут в Дарвиновский музей, как в Россию его водят. Вот смотрите, вот Яндекс, вот робот, а вот тираннозавр Чучева, а вот Чучева губернатора Меркушкина. То есть, он смотрит на все с диковатым каким-то видом, да, думает, и прочитывается, Боже, кто все эти люди? Зачем это все? Поэтому, если бы он хотел вернуть себе силу, силу, у него есть сила президента, сила лидера, реального, во всяком случае, еще в недавнем прошлом, он, конечно, бы отказался идти на выборы таким образом и посмотрел бы, что получилось, и помог организации конкурентных выборов, на которых нет сомнений, что победил бы кандидат от власти, но их было бы несколько. Это не была бы возмутительная процедура указания пальцем на какого-то человека, вот выбирайте этого. Это просто плохое обращение с нацией, так с русскими людьми обращаться нехорошо. А конкурентные выборы, на которых вышел бы и Навальный, и это тоже в силах, между прочим, Путина это сделать, потому что Путин может амнистировать Навального, это входит в его, в набор его президентских прерогативов. Да, тем самым снять судимость. Можно просто внести поправку в закон? Нет, просто он может снять судей, не нужно поправку, Конституция там все объясняет, что есть НОО, чтобы снять какие-то формальные преграды, потому что там же господин Зорькин... Там не сложная история, Зорькин поторопился вынести глупое решение, а все равно это все снимается одним рощерком пера, амнистии конкретно человеку. Проблема в том, что там после снятия судимости еще действует карантин по действующему законодательству. С чем проблема? Нет, там нету проблем, которые не может снять президент России Путин Владимир Владимирович. Это другой разговор, да. Вот, и, конечно, это не привело бы к победе кандидата Навального, но это привело бы к расчистке атмосферы и к тому, что у нас, с другой стороны, оказался бы человек, которому действительно оказали бы доверие. Может быть, хорошо, может, плохо, может, ошибочно, может, нет, не знаю. Да, но пока мы видим некое искусственное подогревание интереса и температуру вот этих предстоящих выборов, например, вбросим информацию о том, что Ксения Собчак может выдвинуть свою кандидатуру. Не, ну это же прогрев постели, поймите. Это ситуация, в которой эти бедные люди, они же чиновники, поймите, им страшно. Им страшно, у них нет определенности. Они бедные, да, они бедные, они переживают, мучаются. Нет определенности. И что они делают? Они периодически, то тот, то другой прыгает в эту предвыборную постель и оттуда кричит, кричит, здесь будет, будет президент Путин. Будет. Он просто еще, подождите еще немножко. Они же, помните, весной говорили, в июне, потом стали говорить, значит, в августе-сентябре. Теперь, потом сказали в октябре, сейчас уже говорят в ноябре, значит, он скажет. То есть, им надо что-то говорить, потому что иначе непонятно, зачем они в этом месте. Постель прогрета, да, а Путина в ней нет. Поэтому, ну, я не знаю, там, может быть, к Собчаке вообще можно написать, здесь могли бы быть вы. И, наверное, последний вопрос на сегодня. На ваш взгляд, все-таки Путин уже принял для себя решение или еще не принял его? Я бы хотел думать, что он не принял еще этого решения, просто потому что я грешен, отношусь к нему хорошо. Для меня это человек, который застрял, он застрял, он далеко зашел и застрял в том месте, значит, и уже ни вперед, ни назад дернуться нельзя, а вокруг уже собралась жадная толпа, описанная в стихотворении Лермонтова, за которой я тут уехал на Кавказ тот самый, вот, и ждет с удовольствием, значит, так сказать, деление раздела наследства. Вот, ему это очень неприятная, уверяю вас, ситуация, поэтому я хотел бы думать, что он еще не решил. Ну что ж, посмотрим, скоро узнаем ответ на этот вопрос. Глеб Павловский был в этой студии, меня зовут Инна Саземер, всего доброго. Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы.